В 1942 году на фронт призвали Ивана Киреевна. Юноше на тот момент было всего 17 лет. Несмотря на свой юный возраст, он внес свой вклад в великую победу России, пройдя Орловско-Курскую дугу, Белгородско-Харьковское наступление, освободив Украину и Польшу. Но свой главный подвиг он совершил в городе Катовицы. Ворвавшись на танки, одним броском гранаты он уничтожил четырех немцев, тем самым обеспечил прохождение Красной Армии. Однако о том, что за этот поступок он представлен к награде за боевые заслуги, Иван Афанасьевич узнает лишь через 70 лет. Через неделю ему исполнится 92 года. Быть может, о своей награде Иван Афанасьевич Киреев и не узнал бы, если бы его внук случайно не нашел в интернете дедовский наградной лист. То самое боевое время, которое за что я награжден, я в это время был тяжело ранен и был отправлен в госпиталь. Ну а потом по госпиталям находился около четырех месяцев на лечениях. Как там было, я не знал и меня никто не вручал. Где-то в интернете нашли, интересуются моим похождениям и было, нашли наградной лист. Он сказал, что это моя боевая награда, ну это моя медаль, за мои заслуги. Я буду добиваться, искать, ну добиваться, я ее получу. Сейчас для него звучат слова благодарности от представителей нынешнего поколения. Но чтобы это вручение состоялось, ему пришлось несколько лет обивать пороги администраций. И там ветерану отвечали, что награда была вручена. Вот как так может быть, что человек говорит, что у него награды нет, а она вручена. И выясняется, что медаль за боевые заслуги, которая считалась и была, так сказать, в выписке в этой воинской части вручена, действительно была вручена с этим номером. Но только не Иванов Анатольевичу Кирееву, нашему земляку, а другому красноармейцу по фамилии, если не ошибаюсь, Белову. В общей сложности прошло 72 года, в течение которых награда искала героя. И торжественный момент вручения медали за боевые заслуги ветеран встречается слезами на глазах. Эх, а ведь не даром мы воевали и жизнь свою отдавали. Как прекрасно сейчас живем, как прекрасно. Радуйтесь, товарищи, настоящей жизнью. Алена Касаткина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.